Кто быстрее загонит лесу? В обыденной жизни про таксы и терьеров говорят. Маленькие, элегантные, удобные в быту и транспортировке собаки. Невольно возникает вопрос, а кто все-таки в предстоящих состязаниях будет жертвой? По определению, леса, конечно. Лисы настолько подготовлены, что достается собачкам очень сильно. И это все для того, чтобы выявить охотничьи способности собаки. То, что они есть, сомневаться не приходится. Таксы и терьеров и вывели в свое время в Германии, чтобы во время охоты они выгоняли лисы, барсуков из нор. В имитирующих охоту, соревнованиях, атрибутиках все та же. Правда, нора на земле и из кирпича. Кроме того, сегодня в виде цифры 8. 240 метров темноты и духоты. Все как в настоящих норах. На прохождение испытания собаке отводится 12 минут. Собака должна найти лисицу. Лисица от нее уходит по ходам. Она ее должна догнать и в тупике задержать ее, взять по месту. Тем не менее, все остаются живыми и здоровыми. В Москве не менее пяти центров, которые тщательно подготавливают собак к встрече с лисой. Правила, они с одной стороны ужесточились по отношению к собакам, а с другой стороны они гуманизировались по отношению к подсадному зверю. Правила делаются так, чтобы как можно меньше сделать возможность травмы у зверя. А насчет собак? Что от собак требуется больше? От собак требуется больше мастерства. У бордер-терьера Хильды сегодня дебют и сразу диплом второй степени. Хозяин результатами своей подопечной доволен, но признается, здесь они оказались отнюдь не ради наград. Погоняться за лисой – лучший способ для собаки выплеснуть негативную энергию. Время от времени кровь просит, чтобы она делала такие вещи. И когда мы пропускаем нору, например, за месяц, если ни разу не удается попасть на нору, то у нее нет настроения, она может повредить дома какие-то вещи, погрызть. Охотились на лисицу в этот день около 30 команд. И удовольствие от охотничьего азарта получили все без исключения. Собаководы признают, на сегодняшний день это лучший способ разгрузить собаку от жизни в мегаполисе. И альтернативы ему пока не придумали. Виталий Лилека, Михаил Девяткин, Вести Москва.